Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. У нас наступает супер-пятница, когда много интересных релизов, вышло много хороших альбомов, много синглов, и из всего вот этого многообразия я решил выбрать новый альбом Лизо на ревью и оценочку. Почему Лизо? Потому что мне в целом очень нравится её персонаж, мне кажется, она очень позитивная, добра, очень весёлая, да и музыка у неё тоже здоровская выходила. По сути, для неё это такой второй крупный лейбовский альбом, то есть, опять же, у нас всегда проклятие второго альбома, хотя он у неё как бы не второй официально, но из таких крупных релизов второй, поэтому как бы мы считаем, как считаем. Конечно, нет тут такого хайпа, как там второй альбом Дуалип и Билли Айлиш, потому что Лиза немножко на другом уровне, хоть она и мега популярная, но интересно вообще, как у неё что получилось, альбом у неё не было долго, поэтому давайте без лишних предисловий, как обычно, кратко по каждой песне, выводы, оценка, сегодня я вас долго задерживать не буду. Открывает альбом песня The Sign, весьма энергичный такой, знаете, приятный трек, в лирике мы не получаем ничего особенного, то есть, я вернулась, я классная, я всё могу, я в теле, то есть, всё вот как обычно, темы Лизу продолжаются в том же духе. Второе у нас идёт лид сингл, это песня About Damn Time, и я считаю, что она великолепная. Это вот именно та поп-песня, которая подбирается к званию потрясающей, той, к которой не придраться, где всё звучит хорошо, она очень-то как вайбовая, нормальный текст, отличная музыка, и вот там, знаете, вот всё работает, и вот эта песня именно такая. Под номером три у нас идёт композиция Girls, которая стилизована как G-R-R-R-S. Боже, сделал вид, что я этого не говорил. Я до сих пор не понимаю, каким образом можно было эту композицию сделать промо синглом, и в целом, как можно было эту композицию выбрать в альбом. Я считаю, что она ужасная. Всё звучит плохо, вот этот вот бит из, не знаю, гараж-бэнда, который поставили на луп, непонятная читка Лиза, всё это в какой-то каше двухминутной, коротенькой, но это не самое интересное в этой песне. Самое интересное в ней то, что над этой композицией работали, внимание, Макс Мартин, Рик Рубин и Бенни Бланка. Просто как бы три всадника апокалипсиса музыкального, которые делают потрясающие хиты, могут объединились, и что? Такое чувство, что, знаете, плюс на плюс и на плюс дали огромный жирный минус. Поэтому это очень интересный какой-то кейс, что при таком ударном трио продюсеров песня получилась такой. Но окей. Четвёртая композиция у нас To Be Loved, I'm Ready. Припев звучит хорошо. Такой вот в целом, знаете, типичный Макс Мартин с хорошей, выверенной попсой, немножко стилизованной под что-то ретро, то есть вот этот вот Викинг, всё, что он делал когда-то с Бритни, помешать это всё с Тейлор Свифт и ещё кем-нибудь, и получается вот эта песня. Весёлая, задорная, радиофрендли композиции. Я думаю, что это готовый следующий сингл для альбома. Пятая песня I Love You Bitch, ещё одна песня про то, что ты сильная, что ты всё можешь, вот этот вот Feel Good, поднятие боевого духа, в общем, всё вот как у Лизы. У неё таких песен дофига, ну кто-то же, наверное, должен петь на эту тему, правда? Шестая композиция Special, то есть песня, в честь которой назван альбом, и стоит ли говорить на какую тему эта песня? Да, вы угадали, я классная, всё круто, ты всё можешь, воспрянь духом, всё классно. Да, вот оно опять. Но именно в этой песне инструментал, текст, подача как раз-таки складываются в великолепную, потрясающую песню. Мне понравилось, звучит мощно, и один из таких хайлайтов альбома, но вот послушать эту песню, особенно припев, закрыв глаза и забыв про то, что это Лиза, вам не кажется, что это да миловато. Седьмая песня Break Up Twice, и тут к нам в чатик входит Марк Ронсон, и его продюсирование, а его продюсирование, это значит, что мы получаем хорошие инструмента, вкусные гитары, такой очень грувий, очень стильный трек. Так оно и вышло. Однако при этом кажется, что чего-то не хватает, потому что как-то вот вроде неплохо, но, знаете, немножко беззубо. Хочется чего-то большего, а Лиза нам этого не даёт. Восьмая песня Everybody's Gay, тут у нас уже такое совсем жёсткое диско, даже без, я бы сказал, современной какой-то оболочки, как сейчас все делают. Танцевабельно, весело, не цепляет. Девятая у нас идёт песня Naked, это первая баллада на альбоме, её к этому моменту уже не хватало, чего-то вот хотелось другого. И тут мы получили приятную, красивую балладу в исполнении Лизы. Голос у неё хороший, текст тут тоже очень даже наполненный каким-то смыслом, хотя, опять же, далеко от темы тела внешнего вида мы не отходим. Десятая песня Birthday Girl. Я к этому моменту заметил, что Лиза так часто меняет голоса, что мне периодически приходилось открывать Spotify, чтобы проверить, не перекинули меня рандомом на другого артиста. Эта песня мне не понравилась. Такая, знаете, немножко частушка. И такое уже было на этом альбоме в первой части. Хотелось как-то, знаете, к финалу чего-то другого, поэтому тут эта песня как-то совсем не работает. Одиннадцатая If You Love Me. Тут у нас ещё одна баллада, хорошее исполнение Лизы, адекватный текст. В целом неплохо, послушать можно. Чего-то прям супер впечатляющего тут мы не получим, но это слушабельно. И двенадцатая песня, которая как бы последняя именно песня, на альбоме называется Coldplay. Я всё думал, будет ли это как-то связано с группой. Coldplay оказалось, что очень даже да, потому что тут использован сэмпл их культовой песни Yellow. И не скажу, что этот сэмпл был использован как-то очень оригинально и умно, и хорошая ли эта песня в целом, я бы сказал, что не особо. И из-за того, что она закрывает альбом, немножко грустно, потому что читка Лизы не впечатлила, сэмплы так себе, поэтому как-то, знаете, немножко так на затухание подходит альбом в конце. И финальная композиция на альбоме, которая не является композицией, это специальное послание от Лизы. Она там просто говорит текст. Она там рассказывает, что над этим альбомом она работала три года, очень долго, очень тяжело. Для альбома было написано почти 170 песен, и она вот долго, упорно выбирала 12 лучших, которые будут репрезентовать ее видение, то, как она чувствует, и что она хотела показать. Она говорит, что тут у нас песня о любви к себе, к своей семье, к друзьям, к второй половинке. Она хочет, чтобы это все доставляло какую-то радость, чтобы под ее песней можно было посмеяться, потанцевать, потверкать, поплакать, сделать шпагат и вообще все, что вы хотите. Этот альбом о респекте к самому себе, к окружающим, и она очень рада, что она смогла им наконец-то поделиться, потому что он для нее очень специальный, ну, в общем, вы поняли. Это такой, я бы сказал, итог альбома от самой Лизу, а теперь свой итог хочу подвести я. Конечно, с темой любви к себе, принятия, там, в своем теле Лиза справляется намного лучше, чем жалкие попытки Меган Трейнер в 2010-х. Она стильная, она понимает, как работать с радио, ее песни ненадоедающие звучат, они в целом всегда слушабельны, приятно, но, что касается альбома, меня он немножко разочаровал. Объясню, почему. Я считаю, что эти песни с альбома работают, как отдельные песни. Если слушать отдельно каждую из них, то это неплохие композиции, они все почти радиофрендли, там нету ничего у них плохого, то есть, это все неплохие композиции, которые, к сожалению, не складываются в цельную работу. Вы знаете, я фанат концептуальных работ, продуманных, цельных, тут я этого не получил. Суть в том, что из-за того, что все сводится к одной тематике, и это как бы неплохо, получается немножко нудно, потому что Лиза отказывается копать глубже, то есть, все ее тексты очень поверхностные, очень... Такие нацелены только на веселье, и это неплохо, но если мы говорим об альбоме, как о чем-то, цельном таком вот, мячике каком-то, то нужно, чтобы было обе части, то есть, и что-то веселое, легкое, и что-то поглубже, и она вот вроде попыталась в песне спешл куда-то немножко поглубже зайти в себя, рассказать свою историю, и это сработало, эта крутая песня, одна из лучших на этом альбоме, но при этом все остальное кажется в именно полном восприятии как альбома, немножко пустовато, немножко скучновато, немножко одинаково, поэтому если судить, что из этого выйдет несколько крутых синглов, да, без вопросов, тут все здорово, Лиза со своей работой справилась, но как альбом, лично вот для меня, он этим самым спешл не стал. Тут Лиза продолжает свою риторику, и как-то отказывается, наверное, прыгать с головой во что-то более сложное, можно ли я за это винить, ну, наверное, нет, но, как музыкальный критик, я все-таки ждал от нее чего-то большего, именно поэтому моя оценка альбому спешл от Лиза 6.8 из 10. Ну, а теперь самое интересное это ваше мнение, кто уже послушал альбом, кто собирается только послушать, потом обязательно вернитесь ко мне под ролик, напишите, как вам, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие у вас в целом впечатления от такого второго крупного альбома от Лиза, очень интересно почитать ваши комментарии, как и всегда. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok